Рабочая поездка в микрорайон Бахчеванджи, бывший Щелково-4, у депутата Владимира Шапкина началась со школы номер 13 имени Дженебекова. Здесь он встретился с родителями учеников и педагогами. Повод – необходимость проведения в школе ремонтных работ. Прежде всего, речь зашла о пустующем помещении бывших мастерских. Просторный кабинет сегодня используется как подсобка, здесь хранится спортивный инвентарь учеников. Но если сделать ремонт, он бы приносил гораздо большую пользу. В частности, переоборудовать помещение под спортзал просят тренеры-воспитанники секции каратэ. Но решаться этот вопрос должен не на уровне школы. Я обещаю, что я поставлю этот вопрос перед исполняющей обязанностью представителя комитета о возможности выделения и какие это могут быть условия. Потому что в любом случае это будет одно из первой условий – это возможность использования подобного помещения в образовательных целях. Оно не может взять и перекочевать по другому назначению. Собственником помещения данного школы является администрация. Поэтому обязательно проработаем этот вопрос. Потому что помимо занятий спортом в нашей сфере образования достаточно много проблем и забот. И лишний класс не помешает организовать. И возможно возвращение таких предметов, как труд. Взяли время, чтобы проработать этот вопрос. Как рассказал Владимир Шапкин, 13-я школа уже давно в сфере его внимания. В течение трех лет из депутатского фонда, потом по программе инициативного бюджетирования и при помощи местных депутатов заменили почти все окна. Сделали спортивную площадку. Сейчас требуются ремонты, прежде всего кровли. Вопрос, по словам депутатов, компетенции местных властей. Но с этого года самые проблемные учреждения образования могут рассчитывать и на поддержку государства. Вступила в действие с 1 января федеральная программа капитального ремонта. И 328 школ, если мне память не изменяет, в области до 2025 года включительно, вошли в эту программу. Первая у нас это Краснознамецкая школа, которая в этом году начинает. Дальше прорабатываются вопросы, какие из школ будут в эту программу в дальнейшем включены. В микрорайоне Бахчеванджи депутат посетил магазин одной из торговых сетей. Много обращений поступает по поводу нездорового ажиотажа вокруг некоторых продуктов первой необходимости, из-за чего они пропадают с прилавков. По мнению Владимира Шапкина роль сыграл и человеческий фактор, и недобросовестность некоторых звеньев в цепочке поставок. Сегодня вот и ФАС поработал, и прокуратура Российской Федерации, в том числе и у нас в области. Я думаю, что в ближайшее время все это восстановится. Мы сегодня посмотрели и борщевой набор, и крупы, и макароны, и сахар, в том числе и гречка, все на месте. Неоднократно и правительство Российской Федерации выступало, и нас, губернатор Адович Воробьев на ВКС. Реально запасов на распределительных пунктах, ну как раньше называли, на базах, от 10 до 70 дней по разным видам продукции. Я думаю, что волноваться нечего, и этот временный ажиотаж, он, конечно, пройдет. Тем не менее, мониторинг ситуации с продуктами в торговых сетях будет продолжаться и по линии депутатов, как областных, так и местных, и с помощью волонтеров. Могу сказать, что в ходе мониторинга, так скажем, в 90% случаев есть все продукты. Иногда бывают вопросы по отсутствию какой-то категории товара, обычно это второй половине дня. Но во всех предприятиях торговли, в принципе, встречается. Вот на данный момент тоже здесь все есть. Цена социальная, без наценки дополнительные. В ходе выезда жители обращались к Владимиру Шапкину с вопросами, когда в микрорайоне Бахчеванджи будет наводиться порядок на территории. Мартовский снег лишь временно прикрыл неприглядную после зимы ситуацию. Депутат призвал всех на субботник. На 16 апреля намечен общий областной субботник. Ну и, наверное, месячник вот этих субботников, это уж точно, потому что после зимы традиционно нужно навести порядок. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.